Давайте вернёмся к отличникам. Давайте к отличникам вернёмся. Ребёнок идёт в первый класс. До этого времени он всегда был под контролем. Или это дома, его питание было, или это в садике точно так же. Чётко контролировалось. Здесь он попадает в среду, которая, ну, мягко говоря, не сильно будет заботиться о его питании. Верни, Дмитрий Иванович, мой вопрос заключается в том, нужно ли ребёнка подготавливать к первому сентябрю первого класса. Я говорю о диете его, потому что, повторюсь ещё раз, ну, здесь не будет такой вот строгой, строгого такого приёма пищи, как это было раньше. Да, во-первых, с ребёнком нужно договариваться и отговаривать. Часто, к сожалению, в школах детям предлагают сосиски, колбасы. Нельзя детям это употреблять. Дезинтоксикационная функция печени у детей намного ниже, чем у взрослого. И то, что может есть взрослый человек, безболезненно для себя, ребёнок получит от этого вред. Поэтому с ребёнком сразу договаривайтесь, что мы не едим сосиски, мы не едим колбасы, мы не едим чипсы, мы не едим сухарики. И целый ряд вредных продуктов, которые ребёнок может увидеть, или которые могут предлагаться в школе. Ну, с этими как раз продуктами понятно. Мы не дали деньги ребёнку, и он этого не купил. А вот я говорю о том, что, знаете, ну вот ребёнок привык, что у него есть завтрак, у него есть там второй завтрак, есть обед, есть ужин. Здесь же и это всё контролировалось. Здесь в школе это вроде бы тоже всё есть, ну, в большинстве школ. Но не сильно контролировалось. Ребёнок не захочет этого есть, ну и не ешь. Вот я об этом спрашивал. Нужно ли, я не знаю, говорить с ребёнком на эту тему, объяснять ему о важности приёма пищи? Чтобы он обязательно поделился. Конечно. Я не думаю. Если ребёнок не хочет, поверьте, если ребёнок набегался, он будет голодный, он съест даже больше всё, что ему предложат. Если ребёнок не голоден, то не надо объяснять ему, что тебе надо поесть, даже когда ты не голоден. Вполне достаточно. У первоклассников, во-первых, меньше учебный день, и вы вполне можете накормить полноценным обедом дома. А перекус ребёнку можно дать с собой. Это может быть... Обязательно поговорим. Это отдельная тема. Перекус. Борис Леонидович, другими словами, для ребёнка не важен режим питания? Важен. Я бы ребёнку с детства всё-таки пищевое поведение правильное формировал, и завтрак мы его обязаны покормить. Его формируют? Как его сохранить? Вот в чём вопрос, понимаете? Как его сохранить? Ребёнку нужно объяснить, что даже если плотно покушаешь, действительно, первых два урока у тебя выпадут, потому что ты не сможешь учиться, у тебя кровь будет в пищеварительной системе. То есть кушать не надо? Нет, завтрак должен быть. Дальше у нас же есть после второго урока длинная перемена. 20 минут. И в это время ребёнок может достать даже бутерброд. На куске хлеба там у него лежит, допустим, омлетик. Вот бутерброд, я повторюсь сейчас. По поводу перекусов мы поговорим. Конечно, если мы положим туда копчёные колбаски, те нитраты, которые там есть, блокируют ему эритроциты, и ребёнок на следующем уроке, вместо того, чтобы участвовать в процессе, он будет спать. И не дай Бог, третий урок будет физкультура. Он не может есть ребёнок колбаску. Правильно, я же про это и говорю. Поэтому на куске хлеба у него может лежать омлет. У него может лежать даже рыба, которую можно приготовить с пряностями какими-то, чтобы это было вкусно, чтобы ребёнок не ел траву. Ой, засмеют такого ребёнка с омлетом на... Не за змею, потому что мозги его будут работать лучше тех детей, которые будут голодными. Их успеваемость со временем покажет, что кто прав. А вот, Веретимия Дмитриевна, вот как раз вот голод. Это вот мы говорим о том, что когда ребёнок сыт, ну, действительно, мы знаем с вами, что кровь ушла на желудок, да, что её как раз для переработки пищи. Смотря чем. Вот голод. Насколько вот такой лёгкий голод будет стимулировать процессы умственные? Первая половина дня это должны быть медленные углеводы. То есть завтрак это должна быть каша, может быть каша с ягодами, пусть даже термически обработанными ягодами. Перекус это могут быть фрукты, пирог может быть, пирог с овощами может быть, пирог может быть с ягодами. Ребёнок с удовольствием съест, если он не наелся за завтрак недостаточный, то вы можете в домашних условиях приготовить пирог, который будет содержать отруби, цельнозерновую муку и наполнить его всем, чем хотите, творогом, ягодами, капустой, всем чем угодно. То есть в качестве перекуса может быть такой вариант. Могут быть орешки для ребёнка. Если, конечно, большие перерывы между едой для ребёнка не очень благоприятны. Всё-таки голодным ребёнок не должен быть. Не должен быть. У него должно быть с собой что-то, что он может перехватить. Или орешек, или яблочко, или ядр. Давайте идём на телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Это я? Это вы. Да. Будьте любезны. Пожалуйста, подскажите, я бабушке, моей внучке исполнилось 5 дней назад 4 года. Она ещё в своей жизни не попробовала ни малинки, ни вишни, не укусила яблоко, свежего я имею в виду, свежего банана. Кроме того, что мы ей перетрём там три печенья, банан и горячим молочком зальём. Кушать любит только она. Вообще-то суп овощной это вообще бесполезно давать. Но притираем, взбиваем и под мультики может проглотить что-то. Но главное, что она не попробовала. А вот арбуз пробовала насильно ей в рот. Арбуз сунуть, она плевала так, что не суп. Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что мы начнём, я предлагаю, как раз вот с последней реплики нашей телезрительницы. С арбуза. Верника, Медина, может и не нужно в 4 года пробовать арбуз? Да, я не очень. Вот арбуз как раз это не тот продукт, который стоит детям давать. А всё то, что перед этим? То, что вот местное, то, что фермерское, у нас же полно и дач, и сёло. Ребёнок не пробовал ни яблоко, ни яблоко. У ребёнка формируются пищевые привычки. И ещё раз я говорю, что у ребёнка желудочно-кишечный тракт находится в стадии формирования. Вкусовые рецепторы, они более даже чувствительны, чем вкусовые рецепторы взрослого человека. То есть ребёнок знакомится, он пробует. Конечно, если вы дадите ребёнку конфету, дадите печенье, он потом, какая малинка. Если у конфеты в 10 раз более насыщенный вкус, чем у этой малинки. Поэтому ребёнка нужно знакомить с разными вкусами, предлагать ему в первую очередь менее естественные вкусы. Ягодные, фруктовые, овощные. А конфеты это должен быть какой-то такой большой бонус. Но вы слышали, ребёнок просто не ест этого. Борис Лёвич, я так понимаю, что вы слушали бабушку, и я так понимаю, радовались. Ребёнок не ел сырых яблок, не ел бананов. Ребёнок в данном случае просто управляет взрослыми, а должны процессом управлять всё-таки взрослые. И действительно, надо быть просто... Банан, банан. Понимаете, ребёнок, вот чувство голода, ребёнка всё равно заведёт к еде, и, ну, если, правда, не контролировать, может, квоцетономический синдром. Нет, подождите, еды нет. У нас нездоровой пищи в пределах досягаемости ребёнка нет, и чувство голода его всё равно приведёт к тому, что нужно всё равно что-то кушать. А если есть та пища, которая нужна, так ребёнок постепенно научится. Потому что в данном случае он просто управляет процессом, а он к этому ещё пока не готов. Нету ли каких-то физиологических изменений, ну, скажем там, ну, вот я сейчас фантазирую, но, не дай Боже, в какой-то ферментной недостаточности, и просто ребёнок, ну, не то чтобы, а ему не подходят эти продукты питания. Может ли быть такое вообще, и стоит ли в данной ситуации обратиться к специалисту, для того чтобы, ну, и не знаю, проверить функцию желудочно-пищечного тракта? Конечно. Ну, может быть, бывают рождённые ферментопатии, бывают. То есть, обследовать ребёнка, конечно, можно. То есть, в данной ситуации мы, в принципе, посоветуем нашей телезрительнице обратиться к врачам, для того, чтобы, во всяком случае, исключить вот какие-то ферментопатии. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Алло, добрый день. Здравствуйте. Ребёнок идёт в первый класс. Ну, проблемы с поджелудочной железой. Панкреатит, гастродиуденид, есть и дискинезия желчных протоков. Почки тоже уплотнены. Что бы вы посоветовали? Ну, в основном термитически обработанную пищу принимает. Что бы вы посоветовали? Ну, в школу ему давать. Спасибо большое за вопрос. Я хотела бы услышать мнение двух наших экспертов. К сожалению, это часто встречается. Панкреатит реактивный у детей, потому что перекармливаем детей. Во-первых, дети получают больше даже иногда. Того, что им бы не нужно было, и большая углеводная нагрузка. Нужно понимать, что каждый сухарик, который вы даёте ребёнку, каждая печенюшка, когда годовалый ребёнок едет в коляске и грызёт печенье, он таким образом уже перегружает свою поджелудочную железу. То есть у ребёнка должны быть медленные углеводы. Количество простых углеводов надо вообще убирать. Сокращать до минимума и убирать не может быть в этом случае. Что в школу? Что бы вы порекомендовали? Если это цельнозерновой, можно. Цельнозерновые тосты можно. Может быть, какой-то цельнозерновой тост с молочными, с кусочком сыра, типа адигейского, или хорошим, качественным, твёрдым сыром. Может быть, такой перекус у ребёнка. А полноценная еда, Борис Глебович, какая должна быть у такого ребёнка? Я говорю о полноценном обеде. Потому что здесь у многих родителей такой камень преткновения. Потому что мы говорим об общепите, к сожалению. Когда мы говорим об обеде у ребёнка, неважно, это 6 лет или 16 лет, это школа. Конечно, и общепит должен быть управляемым. Конечно, большой вопрос к здоровью тех людей, которые участвуют в этом процессе, и том, как они понимают этот процесс. Потому что, к сожалению, да, еда – это питательная среда не только для человека, но и для бактерий. И в зависимости от того, насколько она долго хранится, насколько она правильно была приготовлена, зависят результаты. И мы периодически слышим такие варианты, когда и в школах, и в садиках, и там где-то в санаториях люди так или иначе массово получают определённые отравления. То есть тут, конечно, мы должны либо доверять этому процессу, либо давать ребёнку, да, с собой, ну пусть термос, пусть ребёнок несёт с собой супчик, который был приготовлен дома, и он его съест, выли там какую-то тарелку, и съест его так, тогда родители управляют этим процессом. То есть, в принципе, сегодня это реальная, главная была бы задача, было бы понимание, что ребёнок не может даже, ну, позавтракав дома, дотерпеть до ужина, и это будет неполноценное развитие. Потому что полдня ребёнок голоден, голоден мозг, голодно сердце. А ребёнок же от взрослого отличается чем? Во-первых, у него незаменимых аминокислот больше, чем у взрослого, и питание тут уже должно быть более сбалансированным. А другой момент, у ребёнка высшая интенсивность обменных процессов, он тратит быстрее то, что поел. И третий вопрос, взрослый должен поддерживать свою массу тела, а ребёнок должен не просто массу наращивать, не жировую ткань наращивать, а функциональные клетки, у него должны усиливаться работа, и печени, и почек, и той же пищеварительной системы, ферменты же из чего? Ферменты это те же белки. Если белкового питания нет, если ребёнок не может, не из чего ему сделать, там, те же пепсины в желудке, или трепсины в поджелудочной, всё, пищеварение откуда возьмётся? Не возьмётся оно. И отсюда зависит, ну, опять-таки, развитие ребёнка. То есть, ну, есть такой вот, очень простой, старый, забытый анализ, называется КО-программа. Это анализ КАЛ, он показывает, как переваривается пища. Не такой он и забытый, Борис Леонидович. Не такой он забытый, как вы. Его как резко используют, и так не обращают на него внимания. Поверьте мне, педиатры, слава Богу, педиатры его используют и достаточно часто. Видите, два постоянных компонента, которые там есть, это переваренная и непереваренная растительная клетчатка. Все остальные переменные там по-разному. Эти, как не смотрю, никогда. При панкреатите важно уменьшать количество простых углеводов ребёнку, увеличивать количество белка. То есть, ребёнок должен получать белок, должен получать овощи. И цельнозерновые влаки. Каша, гречневая каша. Убираем манную кашу, убираем варенье. Убираем печенюшки любые. Убираем белый хлеб. И тогда будет восстанавливаться поджелудочная железа. До тех пор, пока всё это остаётся в рационе ребёнка, невозможно ожидать того, что будет формироваться нормальная поджелудочная железа и что мы будем избегать в панкреатите. Хотелось бы, знаете, продолжение нашей темы по поводу интеллектуальных способностей ребёнка. Затронуть такую сейчас очень популярную обсуждаемую тему. Это роль омега-3 полиненасыщенных жирных кислот для формирования интеллекта. И сейчас так принято IQ ребёнка. Вероника Дмитриевна, вот действительно ли так важно ребёнку употреблять омега-3? И хотелось бы услышать от вас, кроме морской рыбы, которую мы сейчас с вами проговорили, её как бы, в общем-то, где-то ещё можно найти омега-3 полиненасыщенных? Рыбежи. С самого детства. Это из нашего с вами детства. Боюсь, что не сейчас. Вы должны ещё помнить, правда, эти волоски? Да, да, я ещё помню. Вот рыбий жир – это источник. Сейчас он есть в капсулах, поэтому можно добавлять. Вы знаете, вот сейчас я разговаривал и с производителями, и они вот в такой вот приватной беседе говорят о том, что это что называется опять-таки палка о двух концах. Потому что мы с вами понимаем, что очень важно эта очищенность омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И что, когда мы говорим о недорогих вот этих капсулированных таблеточках, капсулах, зачастую это не совсем очищены, и можно больше навредить здоровью, нежели помочь ему. Борис Леонидович. Вы пишете некачественные продукты, да? Тут вопрос в исходном сырье. Почему? Потому что рыбий жир, жиры рыб – это великолепный растворитель для жирорастворимых веществ. Были исследования канадских экологов – киты, здоровенные животные, которые к берегу подойти не могут, у них в жировой ткани лежит вся современная химия. То есть, к сожалению, рыба, она даже дикорастущая, она не лишена этого, а рыбий жир в концентрированном виде может принести в организм. Поэтому качество здесь, конечно, номер один, потому что мы используем в целом виде. То есть, одно дело, когда мы используем, да, ту рыбку, взяли ее, приготовили с какими-то овощами, та клетчатка, которая при термической обработке активируется, становится сорбентом. Не поршнем, а именно сорбентом. Ведь нам это нужно. Вот она вот эту химию связывает. Но сколько же нужно съесть этой рыбы, Владислав Леонидович, чтобы… Не так много. Ну, не так много. Не так много, да. Сколько? Вот сколько, давайте, могли бы мы сказать, вот приблизительная порция для, скажем там, первого класса, сколько бы мы порекомендовали ежедневно, может быть, еженедельно употреблять морской рыбы? Ну, 50-75 грамм раза 2-3 в неделю. Этого вполне достаточно. То есть, это… Ежедневное употребление белка. Давайте послушаем. У нас как раз по этому поводу есть вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Алло. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, 2 года ребенку, какую рыбу лучше давать и как часто? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Конечно, давать рыбу, которая не содержит мелких косточек, такому ребенку, это должны быть морские сорта рыбы хорошего качества. И рыба должна быть хорошо термически обработана. И лучше ее запекать. Запекать 30-40 минут для того, чтобы рыба – это продукт, богатый гельминтами. Даже, может, я об этом не знаю. Поэтому запекать цельную рыбу… Или варить. Или отваривать, да. Но когда вывариваем долго, она, конечно, теряет свои… Ну, с другой стороны, мы вывариваем все токсические вещества из рыбы. Можно делать так. Но ребенку обязательно давать морскую рыбу. Нежелательно давать речные сорта рыбы. Они еще больше содержат гельминтов, чем морская рыба. Это большая опасность. Или ребенка, или взрослого. Ртуть. И ртуть, и другие вещи. Вот я хочу сказать вопрос. Знаете, вот опять-таки, ну вот, знаете, рыба стала такой некой панацеей. Нет, полиненатышные. Вот так ли это? Полиненатышные. И вторник. И вторник, да. Так может быть, не так вот? И это правильно? Конечно, каждый день не надо. Это должен быть раз в неделю прием рыбы. И полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в растительных маслах. Об этом тоже не нужно забывать. И как раз отношение вот этих растительных полиненасыщенных жирных кислот и животных. Должен быть баланс в сторону растительных. То есть рыбьего жира или рыбы должно быть не так много, как мы себе там представляем. Не надо ребенка закармливать. Дайте раз, ну, небольшой кусочек, там, 100 грамм семги или какой-то морской жирной рыбы, какую вы можете там найти хорошего качества, можете себе позволить раз в неделю. Этого достаточно. Да, 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 да. Потому что все эти красные были все. Это что жирненькая рыба. И этого будет достаточно. Огромное, огромное вам спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. А я напомню, что у нас в гостях были Скачко Борис Глебович, врач-терапевт, фитотерапевт, диетолог. И Князева Верника Дмитриевна, врач-гемеопат, педиатр, дерматолог. Смотрите нас каждый будний день в 10 утра в 16.50 вечера. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова